Здравствуйте, почему врачи ставят диагноз мультифолликулярные яичники и отсутствие являции, если циклы месячные есть, не ведусь на название прогеновы и дифастонных благодаря вам. Ну, это тоже такая, знаете, объемная тема. У меня даже тоже есть вебинар на тему синдрома поликистозных яичников. Сама терминология мультифолликулярные яичники отстала и неправильно, потому что по строению яичники мультифолликулярные. И вот когда даже ставят по УЗИ, мне говорят, нет, по УЗИ поставили этот диагноз, хотя по УЗИ этот диагноз не ставится. Я смотрю на снимки и говорю, вы видите, вот что вам напоминает вот это ваши яичники, что вам напоминает вот эта картина? Ну, голландский сыр. Вот это и есть нормальные яичники, голландский сыр. То есть они, еще один момент, раньше ведь аппараты были очень такие, ну, скажем, ну, они не настолько чувствительны, как современные. Сейчас с помощью современных аппаратов можно увидеть намного меньшие размеры фолликул, маленькие фолликулы. Так вот, даже поменялись критерии оценки количества фолликул. Если раньше нужно было иметь 9 и больше фолликул в каждом яичнике, то сейчас до 24 фолликул в каждом яичнике для синдрома поликистозных яичников. Кроме того, существует синдром ожерелья, то есть яичники под капсулы, как ожерелье, потому что капсула тоже толще, она не может, не разрывается и овуляция не наступает. Поэтому это неправильно, что если регулярные менструальные циклы, там 99% нет никакого синдрома поликистозных яичников. То есть это исключено. Даже, я бы сказала, даже не 99%, а я бы сказала, даже 100%. Потому что как раз нарушение менструальных циклов и повышенные мышечные гормоны – это одни из диагностических критерий для постановки этого диагноза. Конечно, мы не речим про геновую, мы не речим дифостоном. То есть получается, что если врач назначает такое, то есть ли у него какая-то выгода, или он, кажется, не разбирается в этих вопросах, то есть неук, или же у него есть выгода, потому что как бы он на этом, может, получает вознаграждение, я не знаю, но есть какая-то выгода, если он назначает. Поэтому нет, конечно же, не показано. Продолжение следует...